Согласно плану учебно-боевой подготовки войск во всех воинских частях и учреждениях Министерства обороны проводятся практические занятия. На одном из полигонов южной пограничной приграничной территории прошло батальонно-тактическое учение с подробностями Лола Ракаева. Слаженно и оперативно, под единым руководством и в общем замысле были выполнены задачи в ходе батальона тактического учения, проведенного на одном из полигонов юго-западного особого военного округа. До начала выполнения поставленных задач на средствах модулирования и симуляции был разыгран вероятный сценарий дальнейших действий. Только потом, с учетом выявленных ошибок и проблемных вопросов, внесены соответствующие коррективы в принятые решения для выполнения учебно-боевых задач уже в реальных условиях. На этот раз в ночное время суток. Поднятые по тревоге бойцы в составе колонны осуществили марш, прибыв к месту проведения маневров. Разведывательная беспилотная авиация проводит разведку местности по выявлению точных координат противника. Тематика учения сугубо оборонительная. По сценарию, в ответ на попытку вторжения условного незаконного вооруженного бандформирования, осуществлен целый комплекс мероприятий по отпору и нанесению ответных ударов, а уже затем, уничтожив неприятеля, по восстановлению территориальной целостности. Опыт современных вооруженных конфликтов взят за основу. При подготовке и ведении учебно-боевых действий военнослужащие продемонстрировали способность оперативно учитывать этот опыт, умело организовать взаимодействие подразделений различных родов войск. Поочередно работают артиллерия, бронетанковая техника, все виды группового вооружения. С наблюдательных постов поступает информация о том, что ситуация накаляется и противник атакует. Командир батальона группы на месте принимает решение и запрашивает у вышестоящего командования помощь авиации. Превосходство в воздухе обеспечивают современные вертолеты Ми-35, нанося удары по наземным целям на предельно малых высотах с минимальным нахождением в районах целей. Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, при горизонтальной системе управления именно командир группы принимает самостоятельные решения. В зависимости от ситуации, развертывает свое подразделение в бою. Умелое управление подразделениями позволило максимально реализовать потенциал всех составляющих боевого звена по уничтожению силы противника с использованием всех видов вооружения. Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование определило по итогам батальона тактического учения. Темп боевого слаживания оценен как высокий. Учение включает в себя три основных этапа проведения батальона тактической группы высшей степени боевой готовности, где рассматриваются новые способы и методы действий личного состава ночью. Во втором этапе рассматривается алгоритм работы командира батальона по принятию обоснованного решения на оборону, в конце которого принятое решение проверяется средствами симуляции джекец. Личный состав батальона приступает к практическим действиям, уничтожает противника. Батальон выполняет задачу на отлично. Осенний экзамен военнослужащих Юго-Западного особого военного округа не завершается с возвращением войск в постоянные места дислокации. Впереди анализ и разбор в штабах.